Итак, друзья, сегодня у нас задача. Значит, у нас винтовка Ataman ML15 калибре 6,35 мм. Значит, я хочу на него снять этот прицел и повесить оптику ночного видения. Это у нас прицел компании ATN кратностью от 3 до 14. Вот такой вот. Работает с фонарем, как бы. Ну, то есть, все равно. Цифровой прицел, как бы, стрелять можно днем и ночью. Мне нравится. Но есть еще одна задача у нас. Это вывести вот эти пули-гризли в более какую-то грамотную кучность. Потому что кучность они дают не очень хорошую. Нужно сейчас поиграться будет со скоростью и сделать их точными. Вот. Потому что у них очень высокий баллистический коэффициент. И не нужно брать слишком большие поправки. Там, стреляя от 50, там, 70, там, 80, там, 30 метров. Да, то есть, примерно, нормально, пологая с, ну, как бы, на стильной кучности. Ну, как бы, вот и пули идет. Вот. Ну что, будем приступать, значит, к съемке и установке оптики. Гаечные ключи. В нашем случае, в принципе, разводной ключ. Здесь хитрости особо никакой не нужно. Сейчас я разъеду. Это у нас установлен прицел Leapers. От 6 до 24 крат. Правда, у него идет нить, а не гравированная сетка. С дроверной сеткой очень даже удобнее оптика. Теперь мы ставим ATN. ATN у нас на быстросъемных кольцах компании LUPLE стальной. То есть, кольца качественные, хорошие. Ну, в принципе, сейчас мы померяем расстояние до глаза. Как мне будет удобно. Так. Вот, я включил прицел. В принципе, мне очень удобно. Да. Вот так вот. Так мы его и поставим. Так мы его здесь оставим. Здесь просто они затягиваются. Вот, покажи так. С другой стороны. Вот. Здесь они тупо вот так вот затягиваются. Ну, я люблю потуже. Поэтому гаечным ключом возьмем так. И подзатянем посильнее. Смотрите, хитрость тут есть такая. Выдвигаем так. Хоп. И нам удобно их с любой точки затягивать. Все, достаточно. Так, кольца мы посадили. Теперь смотрим на ровность прицела. Как установлено. В принципе, все ровно. Как встал, как бы, отлично. Да. Что прицел умеет? Умеет снимать видео. Есть разные настройки. Отдельно продается дальномер. Можно быть, может быть умным прицелом. То есть, в принципе, можно делать какие-то поправки. Много профилей. То есть, настройки. В общем, такой умный прицел. То есть, и пристреливать, в принципе, с одного выстрела можем пристреливать. Но мы все-таки будем сейчас, как бы, более точно пристреливать. У нас стрельба должна быть точной. На птичку будем использовать этот атаман. Вот. Ладно. Перейдем к пристрелке. Ну что, друзья. Вот мы немножко поигрались с коростями. Что мы имеем? Пули гризли. Четыре выстрела. Раз, два, три, четыре. На больших коростях. То есть, где-то 310. Вообще не очень полетела. Дальше я уменьшил до 290. Уже лучше. Потом попробовал пулю Барракуда 635. Не понравилось отрывы. Это, кстати, гризли. Это я просто по мухе стрелял. И вот, что у нас на 280 выходит. Здесь пять выстрелов. Так что, вот это оставляем, я думаю, вариант. Это на 25 метров. Квадрат у нас одна угловая минута. Это на 25 метров. Мне, в принципе, устраивает для такой пули. Она далеко летит. Давайте сейчас пробуем пострелять еще немножко этими гризлями. Итак, прицел АТН установлен. Вид сетки выбран. Делаем сейчас пристрелку. Кратность на 14. Цвет я поставил зеленый. Был красный. Что-то зеленый лучше, мне кажется. Итак, вот мы видим, пуля ушла сильно вверх. Что мы делаем? С записью не получилось это сделать, настройку. Но вот, как видите, значит, все нормально. Заряжаем. Ну и стреляем. Давайте сделаем серию. Дабы потом немножечко подправить. Ну, еще один. И пойдем смотреть ближе. Все. Пойдем смотреть ближе. Ну, вот что у нас получается. Один отрывчик. Вот пять выстрелов. Или шесть. Сколько я сделаю? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть выстрелов. Один отрыв. Отлично. Меня устраивает. Для этих пуль. Теперь надо проверять на расстояние 50 метров. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.